В Велине ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Генрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Генрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест Кровавого Барона и повздорила с какой-то ведьмой. От него никак не избавиться, потому сколько ты не медитируй, постоянно тебе будет на голову что-то лить, что-то моросить и все дела. Так. В общем, эту деревеньку, как мы видим, сожгла дикая охота. Сожгла, потом почему-то еще посыпала снегом. Не знаю, может она типа опомнилась в самый последний момент, решила. Ой, что я делаю, что я делаю? Нельзя, нельзя. Короче, стала тушить. Но было уже поздно, жители погибли. Так. Поэтому нам сейчас дикая охота просто куда-нибудь в теплый очаг, куда-нибудь под теплое крыло. Поэтому мы идем в замок Вроницы к барону. Надеюсь, он нас примет радушно, несмотря на то, что мы перебили его людей в корчме на распутье. Надеюсь, он об этом не узнает, так что все будет хорошо. Так. Скачем, потому что этот дождь реально задолбал. Хочется где-то от него уже укрыться. А ведь еще только утро. Это он что, собирается вот так вот целый день идти, что ли? Не надо. Это нехорошо. Это вот мне совсем этого не хочется. Что это за газы такие зеленые на экране у меня? А, это аж, блин, отвар из грифона все еще действует. Уже осталось 30 секунд. Тихо, а что это за цветок такой? Теперь помедленней. Красный цветок. Ну, погодь. Цветок двоигрота. И вон там цветок двоигрота. У нас, походу, таких цветов еще не было. Я, конечно, замечал их в продаже, но мы не покупали из принципа, из того, что мы сами, как бы, в принципе, можем их найти, нарвать. Поэтому вон еще один вижу. Давайте сейчас по двоигрот пока пойдем. Барон немножко подождет. Такое будет у нас двоигротное вступление к серии. Вон еще один вижу. Смотри, ты как знаешь, как история про каких-то там, не помню про кого, короче. Девочка пошла, типа, по цветы в лес маме, типа, сорвать. Смотрит, там один кустик она пошла туда, один кустик. И так заблудилась в лесу. Ее сожрали волки. Сказочке конец. А может и нет такой сказки. Может это я сам сейчас придумал. Но меня-то не сожрут волки, потому что я ведьмак. Это я их, скорее всего, сожру. Я таких на завтрак ем. Подождай, что это такое типа... А куда это я вообще иду? Погодь. Я иду к какому-то месту интереса. Но приближаясь к Вроницам, я иду куда-то сюда. Тут у нас место интереса, скорее всего, бандиты засели. Тут тоже будет место интереса. А больше нигде не будет. Разве что вот здесь еще ближайшее. Туда пока не хочу. Ладно. Коль там засели бандиты, надо их оттуда выкурить. Потому, кладва, погоди. Сейчас я разберусь. Сейчас дядя Геральт наши дела решит. Грома пьем. Грома пьем. Косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Дезертиры! Не давайте мне продохнуть, ребят. Хорош, хорош. Блин, у меня уже и стальной меч похерился. А подожди, а что я не могу отсюда выбраться? Вот это плохо совсем. Я тогда так. Заколебал, а ты меня, души, не заколебал? Да когда ты сдохнешь? Блин, сука. Вот эти арбалетчики... А, нет, это лучник уже. Это уже лучник, мать-то. Они больше всего бесят. Конечно, колдует. Без колдовства сами сложно справляться. Вы же седьмого левела, а я какого? Я четвертого вроде. Это герой, а ты думал? Что нахуй, а герой поменьше? Или его там совсем вообще нет? Что ты слабак какой-то? Ах ты, мразина! Ух ты, нихераси, подожди! Какие нахрен боги с... Он чуть не попал по мне. Боги с ними, блядь. Я вам сейчас покажу ваших богов. Что вы сразу разуверуетесь. Братва или платва? Но ты на платву мою не зарекайся. Ах ты, сука! Что творится-то в этой вселенной? Тут... Сучий потрох. Грома, бери! Неясыть, бери! Пошли! На! Все! Сколько у вас? Два еще осталось? На! Что ты там танцуешь? Мать на свет родила? Ну, конечно, не отец же родил. Отец все сделал для того, чтобы мать родила. А мать уже родила. На! Все, до свидос, гуляй. Ух ты, твою мать! Что-то тяжеловато было. Все-таки на харде-то играем. Блин, стальной меч Школы Змеи похерился, да? 43 процента. Ох, черт возьми. А что же у нас более мощнее такое? Да к нихера у нас мощного нет. Этот у нас 138 наносит. А эти все 37, сраные 48, 50, 47, 62. Раз уж топор. Так топор вспомогательное оружие. Мы им особо пируеты наши делать не сможем, как бы. Бронника. Бронника. Блин, почему у меня инструменты бронника? Почему нет оружейника, инструментов? Ни одного. Что такое? Как это называется? Давай пока возьмем этот меч. Веленский длинный. Но длинный он совсем не длинный. Он странный какой-то. Короткий мечик. Которым мы разве что сможем себе бороду сбрить. И то мы этого не хотим. Потому что борода наша нам нравится. Я ее не хочу вообще ни под каким предлогом удалять-то. Так. Это был у нас походу лагерь дезертиров. Да, лагерь бандюков. Которые, как я уже говорил, от дезертиров там ничем не отличаются. Разве что надписью. Потому сейчас мы тут все обберем. Блин, ветер еще идет. Прям вообще просто погодка. Та еще. Та еще стерва. Что вот у нас на берегу там за... Поселение. А, понятно. Туда пока в принципе не телесообразно идти. Может там какой-то квест. И я туда пойду только если мне там по пути будет. Или если я захочу отойти от сюжета и поисследовать вокруг все. Но я пока не хочу отходить особо от сюжета. Пока что. Когда мне чуть поднадоест искать цири. Я тогда уже отойду. Охотничий штаны, ингельгардский длинный меч. А что там за длинный меч? Может он мощнее? Потому что если цири не будет желать... Находиться. То я пошлю все нафиг и скажу. Цири, гуляй. Я поброжу просто по Велину. Полюбуюсь окрестностями. Которые некогда были прекрасными. А сейчас уже разворованные, разграбленные. Уничтоженные войной. Вот. А ты цири пока подожди. Да будет свет. Что-то я тут слабо вижу. Утро вроде. А, это потому что пасмурно. Потому что дождь. К тому ни хера не видишь. Естественно. О, медовые соты. Фига себе. Я кстати сладкое люблю. Сейчас надо будет медовых сот-то навернуть. Это кстати и полезно даже. Геральт будет более как бы сильным. Там выносливым. Все, все дела. Жопа немного слипнется. Антонич страшно. Потому жрем медовые соты. О, у нас тут две. Откуда вторая? Что-то я забыл. Да ладно. Забыли, так забыли. Белый мед. Так, 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 так. Тут, короче, все в порядок. Блин, поспать бы в этой постельке. Но и так утро, в принципе. Может дождь переспать. А давайте посидим просто немножко, чтобы у нас как бы эликсиры пополнились. Хотя бы часик. Во. Хорошо, но дождь-то все равно идет. Ну и пошел он в жопу. Так, из бомб давайте поставим картечь вместо самума. Так. Вон там он походу вронится, если не ошибаюсь, да? Скорее всего там. Где моя платва уже? Куда уже ушла? Платва! Хорош там ходить. Ты должна стоять возле хаты и меня ждать, пока я выйду. Ты тут еле подъедаешь, или что это? Пихты, туи, хуи. Пошли отсюда. Так. Деревня Большие Сучья. Какая вы... Че? Это же разве деревня? Это же... Просто хатка. Или вы имеете в виду, что на том берегу деревня Большие Сучья? Так, на том берегу я въезжу, но я туда пока не иду. Туда пока рановато. Как мы идем, кстати? Что-то нам в картах говорит, что сюда надо идти. Он еще, кстати, двоигрот. Коль уж мы занялись его срыванием, давайте продолжать. Для чего-то же да пригодится, правильно? Он там еще... Ой, тут работы просто непочатый край. Пошли, Геральт. Дождь не дождь, один хрен. Главное, что нам, если что-то надо, мы даже в дождь, даже в ливень, даже в град выйдем. И будем все срывать, будем все забирать и убирать. А что тут такое тихо? Это что за часовня тут? С высохшей голой Мелисандрой из Игры Престолов. Лов, кто смотрел уже первую серию шестого сезона. Если кто смотрит, конечно. Ладно. Пошли. Пошли тогда дальше. Что-то это как-то... Это просто ориентир какой-то, что тут, типа, кому-то поклоняются. Может, там утром приходят. Или когда дождя нет, приходят и поклоняются. А сейчас кто тут будет поклоняться? Кому поклоняться? Ливню разве что? Так, Вроницы. Мы пришли во Вроницы. А тут же, кстати, где-то было еще место интереса одно, да? Я так понимаю. Где-то вот здесь... А, вот здесь же. А мы его пропустили уже. Давайте хоть посмотрим, что там такое. Коль уж мы находимся совсем рядом. Сохраночка. Чтобы нас не пришибли вдруг чего. Гнездо чудовищ. А я как раз картечь поставил. Отлично. Как знал. Платва. Кот из... Платва в бой двинулась. Нифига себе. Ты, Платва, того не шути так. А то хана всему. Геральт, что ты месть спрятал-то? Пошли. Ситуацию надо всяко разруливать. Много вас тут? Три? Три гулять еще немного. Ну, пошли. Оп. Хорошо подожгли. О, это уже плохо. Да погодь. А что, у меня снова уже меч похеренный? Или что? Когда вы успеваете хериться? Сука. Вот это жесть. Что это долбануло-то так? Погодьте, ребята. Что-то это совсем херово было сейчас. Я, походу, не досмотрел и что-то взорвал там. Что-то было легковоспламеняющийся предмет. Не трогайте, дети. Легковоспламеняющиеся предметы. А, так зато... Зато, походу, одного гуля мы уничтожили, да? Если я не ошибаюсь. Да содрал ты. Вон, иди. Еще один гуля за платвой гоняется. Подожди. Сейчас и до тебя доберемся. Давай попьем воды. И пойдем быстро. Да надо, да надо. Подожди. Сперва надо с охраной разобраться. А потом будем уничтожать их обитель. А, цапнул гад. На. Отдыхай, говорю. Все. Да свидос. Кстати, солнце уже начинает проклевываться. Это есть хорошо. И пить тоже хорошо. Так. Вот гнездо гуля. Тут есть что поживиться, чем нет? Взять рубин, прах. У тебя тоже рубин есть? У тебя велинский длинный меч есть. А что это за велинский длинный меч такой на синем фоне? 39 урона. Да это все на протажу. Блин, надо починить срочно мое оружие. У меня два меча уже в жопе. Три меча уже в жопе. Даже дисглаир мой уже нихера не атакует. Это вот срочно надо во Вронице, потому что, скорее всего, во Вроницах должен быть нормальный кузнец. Зачем я прах беру, не понимаю? Который все чинит. Поэтому сейчас быстренько петляемся с этим гнездом. Взрываем тут все нафиг. И быстро идем к барону в гости. Сука. Откуда ты пришел? А, ну понятно. Ты с гнезда пришел. Ох, и опять три штуки. Вы что, издеваетесь? Это, короче, нельзя. Понимаешь, нельзя тут долго было стоять. Клювом щелкать. А мы прощелкали все. Вот они опять навылазили. Ироды поганые. На. Зараза. А ты тварь. Плотвы мои отстань. Неясы тебе немножко. Добавим себе сейчас. Куда вы там уходили-то? Иди сюда. Мразина. Сюда давай. Хорош, хорош, хорош. Болезный знак, кстати говоря. Этот Ирден. Они медленно туда поворачиваются. Тихо. Что тут сейчас уже немедленно. Ооо. Сапнул. Сапнул, гад. Я тут уже скоро всю свою еду пережру. Такими темпами. Блин, еще и оружие аж херовое. Но что-то пока нормально атакует. Херовое-то херовое, но пока что атаки хорошие. Пока можно еще жить. Главное, чтобы они нас не убили. Вот, вот, каркаем сейчас. И тут, понимаешь. Да сдохните, суки, паршивые. Твари проклятущие. Да сапнул опять. Пошел ты вон. Сейчас же они восстановятся. Смотри, он уже опять восстанавливается. Вы сдурели, чули, или как? Мразина. Где мой квээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Давай бегом ласточку врать, потому что без неё мы вообще тут не выклюем ничего. Давай быстро, всё, пошлоу, 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 сука, пошлоу. О, теперь видишь, уже хп начали быстро повышаться, это хорошо. Это есть очень хорошо, только давай не дадим им воскрес... Ты видишь уже, гуль воскрес, сука, воистину. На, мать твою. Да ты падла, да ты падла, да ты с отличием твоей. Тут и ласточка не поможет уже, тут ни хера не поможет ни ласточка, ни воробей, блядь, ни синица в рукаве, ни хера. Они же восстановились уже по полной программе, смотри, вот тот ещё, походу, был не такой целый, как этот. Да, смотри, сейчас уже и этот восстановится, ты чё, сдурел там что ли? У тебя вообще стыд есть? Стыд и срам. На, падла, блядь, тохни там, сука. Да твою мать, да твою мать. Не надо этого делать. Да твою мать, смотри, он жопу отвернул и восстанавливается. Ударь ты его нормально. Гаси его. Я, блин, так в этой серии просто буду всю серию с гулями бороться, а не к барону в гости, говорю, нарываться. В гости набиваться, короче, приезжать. Потому что, смотри, чё происходит, они, суки, повосстанавливали свои жизни. Мразины такие супостаты, твари. На, падла, гори, сука. Пошёл в жопу, всё, больше не хочу я тут торчать. Взрывай его нафиг и пошли отсюда, твою мать. Ну не вылазь оттуда больше никто. Всё, не надо, хорош. Реально, ребята. Ой, блин, а я думал вот это вот, который руками тут разводит на колу. Думал, чувак какой-то стоит, уже пришёл отсюда, думает, а чё ты тут делаешь? Я думаю, нифига, кто такой? Зуб чудовища, череп, нифига себе, 4 черепушки взяли. Золотой перстень с рубином, хитиновый панцирь. Нифига, а оказывается с гнёзд, когда ты взрываешь, можно что-то подбирать? Так это я сколько в новом саду? Тьфу, в каком новом саду? В белом саду мог бы себе наклепать бы всякого полезного. А я не знал, что тут что-то подбирается. Теперь будем знать, ладно. Чертёж, болт с широким наконечником. Короче, широкий болт. Ох, чтоб впечатлять девиц. Так. Геральт, начертишь себе широкий болт? Хотя нет, у тебя длинный болт, но более уже, наверное, да? Ты ж как бы мастер таких дел, Геральт. А широким болтом, в принципе, такого мастерства, наверное, не достигнуть. Он будет широкий, но будет короткий. Ладно, хорош, пошли, пошли к барону. Всё, наконец-то мы во Вроницах. Тут, я так смотрю, мост совсем разрушенный, да? Мы не проскочим. Смотри, а прикольное поместье или что это, или крепость, или херло. Ну, замок, короче. Баронский замок. Прикольно смотрится. Красиво довольно. Ща посмотрим, что же там внутри. Кто нас там ожидает и что нам скажут. По приезду, так. О, нам открыли даже, смотри. Вроницы. А ну, погодь. Замок Вроницы. После того, как Всерад, прежний владетель этих мест, испугался войны и всирался, да? И бежал на Коломницу, или на Коломницу. В замке вместе с семьей и спутниками поселился Филипп Стенгер, прозванный Кровавым Бароном. А чё ж ты в Всерад-то сбежал? Ну, Всерад, понимаешь, имя само за себя говорит, что... Усрался, короче, от страха и убежал. Дополнено задание Кровавый Барон. Разыскать Барона. Ну, пошли разыщем. Нафига. Смотри. Какое интересное поместье. Интересно, смотри. Нас уже встречают. Ну, Барон, скорее всего, во внутреннем дворе. А это внешний двор. А внутренний вот там, вот, наверху. Ребят, где у вас тут кузнец? Где можно коня поставить? Коня поставлю здесь. А ты кто будешь? Ты, может, типа, управляющий, нет? А, обычный крестьянин. Херня, батенька, слышно. Херня полная. Скоро и до вас доберется, надеюсь. А может и нет. Свиньи. Привет, свиньи. А какие сплетни в округе? Ничего не слышали нового? Так. Вот что самое мне больше нравится. О, стучи. Какие все неприветливые здесь, слышь. Что мне самое больше нравится, что... В каждой новой локации свои вот звуки, своя музыка. Это так настолько вот классно просто. Гуси, смотри, гусыня. А это что? Это кто? Это тоже гусыня. А есть у вас гусаки, что ли? Нет? Или гусыни только, как бы, своим феминистским обществом живут? Тут закрыто. Никто нам не хочет открывать, смотри. А что ж так-то? Что ж так все плохо и запущено? Курицы, смотри, тут общипанные, тут еще живые, петух во главе. Все как положено. Что ты там делаешь такими криками-то? Изгоняешь кого-то, дьявола, из себя изгоняешь или что? Ладно. Мешать экзорцизму я не намерен. Хотя я мог бы тебе помочь в таком ремесле. Я же ведьмак, как бы я знаю, как изгонять нечисть. А тут, смотри, торговый прилавок. Тут, в принципе, с нами могли бы торговать, но что-то никого не видно. Стрезайцев висят. Кто-то оставил зайцев. А, они позакрывали все, потому что я пришел. Типа говорят, подожди, он пересидит, он идет дальше, а потом выйдешь. А, так почти вы нафиг тогда. А это, подожди, это новое какое-то объявление. Такого я раньше не видел. Это дочь барона пропала, это пропала. Анна Стенгер, жена кровавого барона. Возможно, похищена. Тот, того, кто найдет или ее скажет, где ее искать, ждет высокая награда. Так получается, у барона пропала и дочь, и жена. Нормально. Точнее, ненормально. Всякое нам тут задание будет уже. Явно, что барон, если мы хотим с ним сдружиться, скорее всего, надо будет помочь ему найти его родственников. А что ты сделал? Подожди, что такое? Ты меч спрячь, что ты делаешь? Что случилось? Подожди. А откуда? А, вон там нас встречают уже солдаты барона. Это, наверное, все-таки прознали, твари, что я уничтожил... Человек-барона. Что я тех бандитов перебил? Все вместе? Ух ты, мразь. А что так отскочил-то? Борзый слишком. Что творится? Ты сотри. Кто там стрелял? Надо того, кто стрелял, сразу завалить. Чтобы он просто нам не мешал. Ночи? Еще только 13.17. Ночь будет потом. А у тебя, может, раньше начнется. Хрен его знает. Зараза, блин, со своим щитом большим. Спрячу вон нафиг. А может, репостнуть? Она тихо. Я? Тебя? Да я не имел в виду ничего плохого. На. Сучи ты, потрох. Я тебе все равно пробью твою защиту. Ох, ну и дай. Тут тебя и воняет. Портки, когда последний раз стирал. Или он, наверное, при моем последнем ударе обосрался. Все может быть. Дедушка, пердедушка, а что ты сидишь, смотришь на войну и... А, ну это просто крестьянин. Ему как бы вмешиваться-то невыгодно, правильно? Крестьянин, ты что? Я так понимаю, что все дома от нас будут просто закрыты. Потому мы как бы тут не проберемся. Тут ничего у нас, короче, не получится. Зато сможем их вобрать немножко. Вот тут вот, позабирать все, что плохо лежит. Тихо, тихо, тихо. Что-то я взял. На подмастерье оружейника. Во! А ну-ка быстренько сейчас. Ну, пока нам более всего важно стальной меч школы змеи. Потому что тут сейчас пока люди вокруг. А ну, чини быстро. О-о-о! Уже ж хорошо. Ну, а я дисглаир и вот этот мой серебряный меч школы змеи пока поставлю. Раз уж дисглаир тоже вагине пошел. Это мы его починим попозже, когда найдем оружейника. Но тут пока не оружейника, никого нет. Тут пока все позакрывались. И барон, скорее всего, в курсе, что мы такие плохие завалили его людей. Да еще и вот здесь пришли, насрали. Забрали у кого-то кроны. Открывайте, суки! Че вы там, чем вы там занимаетесь, молодожены? Не буду вам мешать. Ну ладно, пойду тогда я, как бы, сюда, да. Блин, мясо кончается, вода кончается, припасы кончаются. Или что у меня там еще? У меня еще, правда, есть всякие фрукты, рыбы, но там всего мало. Хлебину можно, кстати, поставить вместо мяса пока. Хлеб с водой, всякое будет нормально. Куриную ножку можно сожрать. Открывайте! О, открыли. Кто-то такая, что ты мне приказываешь. Может, откроешь, поговорим? Найдем общий язык. Я умею находить общий язык с противоположенным полом. А, ты тоже? Или ты рожаешь? Ладно. А там вообще решетку закрыли, сотри. Нас не пропускают во внутренний двор. Педота. Стой! Кто? Кто? Я. Ворон у тебя? А тебе что? Дело есть? Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил качмены распуть. Таким, как ты, сюда хода нет. Пошли вы нафиг. Осмотреть деревню... ...надо что-нибудь придумать. Ну, во-во. Кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Осмотреть деревню надо в поисках другого входа в замок. Смотри, а вот там вон вдалеке виднеется дерево какое-то большое, прям такое. Ветвистое. Это, скорее всего, то самое дерево под шепчущим холмом... Точнее, над шепчущим холмом. Во. Так. Кто из местных мне поможет, если все нафиг закрылись? А-а-а, я знаю. Вот там дедушка сидел, трубку курил. Дедушка, дедушка, поможешь мне? Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Вот именно что не бежит. Давай-ка с ним потолкуем. Коль он не прячется. Моё почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Здороват я, Бебич. Ты что-то мне сделаешь. Убьёшь? Боль твоя, а мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так, хех, спускать уже нечего. Вот это девушка, вот уважаю. Ты давно тут живёшь? Хм, ну уж, с рождения, почитай, 70 весен будет. Ты, наверное, всё тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и сказал. Да, ты ж помирать уже собрался, дедушка. Ты сказал, что мне уже недолго осталось. Нахера тебе денежка-то в могиле? Хотя, дай бог тебе, чтобы ты жил ещё давно, долго ещё, да, самое, ну, не знаю, счастливо-несчастливо, но жил, короче. Так, нет, меня не проведёшь, почему ты помогаешь? Давай, почему ты помогаешь, пока спросим. Ты мне ради денег помогаешь? Или почему? Тебя ведь не впустили из-за того, что ты устроил в корчмяя на распуте, так? А тамошний корчмар шурит мой. Понятно. Надеюсь, не он стуканул. Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах ещё старый владитель правил, пропал под мастерье кузнеца. Все и деревни его искали. Ну, тщетно. Наконец нашли ребятёна. В реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владителя, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятёнка на северо-запад отсюда, поставили часобинку. Выходит, и вход там неподалёку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идёт, пока не дойдёшь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдёшь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовинг-то и будет. Направо за мостом, потом ещё раз направо. Я найду, спасибо. Спасибо, дедуля. Осмотреть место, где нашли тело мальчика. Так тут уже по карте даже показано. Блин. Зачем показывать такие вот лёгкие ориентиры, ребята, если, блин, и так ясно, что направо за мостом, потом ещё раз направо. Я помню, когда-то были вот старые РПГ. Ну, ты же тоже помнишь, думаю, если играл в те годы ещё. Так вот. Там, когда тебе говорили в той же самой Готике, например, в первых частях, там, когда, типа, иди туда-то, туда-то, там, на карте просто посмотрел, там, ориентиров нет. Ты просто сам ориентировался по карте. По тем знакам, которые тебе указали в задании, там, типа, сказали, вот, там, типа, туда-то, там, и увидишь, там, такое-то дерево большое, там увидишь-то разрушенный сарай, например, и вот за ним, там, прямо на севере, будет, там, яма какая-то, где тебе, там, что-то надо найти. И ты просто шёл, искал это, ориентироваться, учился по карте, по местным всяким, там, подсказкам. Вот. И как-то это даже больше дух приключений такой вот был именно. Ты мог нормально, там, скилл свой прокачать ориентира, ориентировщика, так сказать. А тут, как тебе подсказывают, подсказывают постоянно. Ты просто идёшь тебе, куда он, стрелочка твоя указывает, или куда он эти точки белые на мини-карте показывает, туда ты идёшь. Тут тебя просто носом тыкают. Как же дух исследований, как же дух приключений, не знаю. Просто я люблю находить всё сам. А тут подсказки эти, вот такое. Всё облегчает. Я, конечно, понимаю, если там надо добраться с одного места в другое, там тебе показывают кратчайший путь, тогда ты идёшь и добираешься. Следуя указателю по карте. А тут даже такие, казалось бы, вещи, которые ты должен сам находить, тебе и то подсказывают. Вот та самая часовинка. Да, это же я её видел, когда подъезжал к вроницам. И тут поворот направо. Хорошо. Направо так, направо. Куда это меня приведёт? О-о-о, я смотрю, тут кого-то вешали. Скорее всего, люди барона за неповиновение, наверное, да? Я так понимаю. Потом должен быть какой-то холм, говорили. И там на холме что-то должно быть. А, о, смотри. Что-то, наверное, здесь. Часовня. Значит, вход где-то рядом. А, так вот, часовня. То... Просто был перекрёсток и всякие... Голые, засохшие бабы там... Вырезанные из дерева. Так, вход рядом, но... Скорее всего, под водой. Если он как бы по логике вещей ведёт в колодец, который находится во броницах... Вот и в колодце. Похоже, придётся искупаться. Да, то надо нырять. И выплывать мы будем уже непосредственно во внутреннем дворе замка, скорее всего. Из колодца. Ну-ка, пошли посмотрим. Давай, Геральт. Вперёд. Так. Осмотреть пещеру и найти путь в замок. Нам, скорее всего, сюда, куда-то, да? Я так думаю. Чё у нас в пещере? Слушай, мы можем что-нибудь приготовить? Там, какой-нибудь эликсир кошки, не знаю. ЛКГ тоже можем. Зелёный мутаген. Кстати говоря, тоже можем. Синий тоже можем. О! Синий мутаген делается из... Из трёх малых синих мутагенов. Как и зелёный. Поэтому давайте пока сделаем вот так. сон дракона и спускает облако газа, которое воспламеняется при поджигании. Хорошая бомба. Можно замутить. Дальше. Дальше. Кошки пока... Кошки не готовятся-то, а? Водной эссенции не хватает. Ну и ладно. Алкогест давайте сделаем. Хотя бы один. Значит, давайте пока, может, факел возьмём. Чтоб подсветить себе тут территорию. Ничего не пропуская. О! О! Тихо. Водная баба. Вот вам, походу, и водная эссенция, да? О! Ты чё-то на говном кидает? Или чё? Откуда ты жопу у себя, короче, взяла и кинула в меня? Нормально. Ти-ти... Ух ты, ни хера, весь экран засрала. Баба! Ты совсем не культурная падла. Тю, чё-то как-то быстро. Ладно. Яд, зуб водной бабы, глаз чудовище. Водная баба, блин, ни хера себе, смотри. Сиськи просто прелесть. Хана какая-то тупо. Такое во сне присниться, так и сдохнешь, не дай бог. Так. Без теории, да? Трупоеды. Водная баба, о! Северный ветер против неё помогает. Масло против трупоедов. Квен. Игни. Говорят, водные бабы жёны утопцев. Если так, то я не удивляюсь, что они такие стервы. Шимха из омутов или омутов. Некоторые предания говорят о том, как водные бабы и водницы заманивали путников в свои построенные на болотах хатки, притворяясь заблудившимися старушками. На самом деле, только очень пьяный или слепой мог бы перепутать смердящая тина и падалью логово с уютным домиком, а само чудовище с бабушкой. Нереально. Сморщенная и покрытая бородавками тело водной бабы достигает почти сажени и воняет илом и рыбой, а ещё таранкой да анчоусами и всякими рачками. Из-за грифка у неё торчат длинные до двух пядей длиной костные отроски. Образ дополняют волосы, похожие на ворох спутанных водорослей и когти, которых не постыдился бы волкалак. Да, та ещё мразина. Это, походу, новый монстр, каких ещё в играх про ведьмака ни разу пока не встречали. Так. Собственно, куда же нам надо? Опа, чертёж улучшенный серебряный меч школы волка. Приколись. Чё нашёл? А раньше этого не было, потому что раньше я... Дополнение-то у меня не было как бы активировано. С этими комплектами доспехов и снаряжения школы волка. Смотри, тут что-то есть. Малый камень-дождьбок на продажу пойдёт. Куча всяких скелетов валяется. Скорее всего, водная баба жрала. Лакомилась здесь сидела, устраивала себя пиршество. А нам, видимо, куда-то сюда, нет? Я ошибаюсь? Нет, я не могу ошибаться. Пошли. Так, 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 так. Как тут проплыть? А ну нырни, Геральт. Ща посмотрим, подожди. Может сюда куда-то? Нет, тут как бы... Тут входа-выхода нет. Значит, куда-то, может, сюда. Ээээ... Хрен там. Погодь, погодь. Тут что-то как-то куда-то... Как-то оно ведёт. Но явно не сюда. Погодь. А ну, факел зажигай. Мы пришли, походу, вот отсюда, да? А вот это путь... Наверх. Сотри. Серьёзно тебе говорю? Отлично. И там уже, походу, выход, нет? Что-то ещё пока выходом не пахнет. Хе-хе. Сколько всяких припасов здесь? Кто это всё складывал-то? Явно сюда кто-то заходит, не боится водной бабы. Хотя, думаю, так она высоко бы не забралась. Но кто тогда тут оставил снаряжение этого школы-волка? Свет. Уже близко. Вот и свет в конце тоннеля, да? Подняться по ручью, питающему старый колодец, и найти дорогу в замок. Ну, дорогу как бы я нашёл. Можно факел гасить. И подбираться к барону будем уже тогда в следующей серии. Выбираться из колодца. Пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган и Геральт из Ривии. Всем удачи, до новых встреч. Надеюсь, скоро починим наш вот этот красный меч, потому что он меня задолбал уже. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова